Ну что ж, добрый вечер, девчонки. Раз фесты, как я ожидала, нет, как я думала, как я хотела. Ой, девчонка, крема Келли в голубой рубашке. Посмотрим на народ. Посмотрим на народ. Вот всё, мне хочется примерить этот CELIN TOP за 620. Лучше бы я этот TOP купила, чем эти сандали, которые мне натерли так. Тем более, они сделаны внутри из кожи телёнка, очень мягкая. А снаружи-то этот, который монограмм Louis Vuitton, он же сделан не из кожи. Все чемоданы, вот эти вот все коричневые сумки, портмоне, вот из этого материала. Я не помню, из какого материала его делаю, по-моему, из хлопка с чем-то ещё. Они не растягиваются, так что эти босоножки мне будут натирать и натирать всё время пальцы. Уже три дырки на трёх пальцах. А когда дырки, эти волдыри, туда же заходят эти бактерии заходят всякие, грибки, бактерии. И поэтому это очень опасно, все эти мозоли до крови. И за что мне судьба дала, генетика дала такую кожу нежную. Никакая обувь, кроме эрмиосора, не подходит. А всё равно же надоедает одно и то же носить. Хочется что-нибудь другое. Но, к сожалению, вот так вот. Ой, какая красивая сумочка Келли. Ну, могу сказать, что картина Диампеца – это одно из деревень, одно из горнолыжных курортов, где самое большее количество миллионеров и миллиардарьев итальянских и других стран. Европы, Азии и так далее. Очень красивый цвет у неё, прям Келли, смотрите, покажу. Такой необычный, какой-то новый цвет. Я нигде не видела такого цвета. Видимо, из новой коллекции. Наверное, даже осенней коллекции. Уже начали, наверное, поступать новые. Ну, всё равно, вот, я понимаю, что это горы, поэтому все ходят в джинсах, кроссовках, маечках. Но когда вот сумки Биркин и Келли носят вот с такими вещами, что-то они не смотрятся, не гармонируют. А там у неё ещё двойная, двойной цвет. Но что-то я вижу, что на витрине больше нет этой маечки кремового цвета. Ну, что самое интересное, я купила босоножки, сандалии такого же кремового цвета, как и... Как и этот топик, ой, амперсана, платье. Ага-га, у неё Келли был из трёх цветов. Пояс розовый, сама сумка бежевая, такая, как назвать, цвет капучино, да? И потом ещё какой-то цвет ремешок. Как я люблю вот эти вот цветочки их, лютики-цветочки. Так что нету, вот это вот только висит блузка. Вся такая эта, как это называется, кружевная. Как в 70-х годах. Мне не нравится. Я когда-то купила кружевной топик Ла Перла. Один раз, наверное, на одну дискотеку надела, и всё. И лежит дома. Очень красивая, очень дорогая была ещё в те годы, 20 лет назад. 700 евро стоила. Сейчас, наверное, такие 1500 стоит. Всё в два раза подорожало. Знаете, даже выпить не хочется. Так скучно. И скучно, и грустно, и некому руку подать. Ну, где-то 7 сентября я должна приехать по два. Тогда поеду в Венецию и примерю. В Венеции, надеюсь, есть эти топики Венеции. Или не полениться сегодня примерить, чтобы уж точно знать, хорошо будет или слишком короткое. Вот видите, карго какой красивый у девушки. Карго банана. А это вот ампицано. Ну, они не ампицано. Они просто, которые живут здесь. У них вторая каза. Второй дом. Они все одеваются так, как ампицано. Все покупают эти традициональную, традициональную одежду местную горную. О, сегодня такой прямо свежайший воздух, с ветерочком еще. С легким такой, как морской брызь. Ой, девчонки маленькие, видите. Все равно такая мило. Мне вот мило. Я думала, будет какой-нибудь такой концерт, будут танцевать традициональную, традициональные песни будут петь, плясать. Почему-то так ожидала. Ожидание не оправдалось. Кто любит звон колоколов? Красивая колокольня. Вот у девчонки зеленый Келли. Малахит, по-моему, да? Называется. Вот в этом бутике, который из Укара называется, я покупала стегонку Эрмана Шервина для Мелиссы. Она уже выросла из этой стегонки. Вряд ли в следующем году ей будет хорошо. Мне кажется, ей будет уже молоко в следующем году. Но два года носила. Теплая стегонка внутри мех, пух натуральный. Вот хочу еще что-нибудь такое найти ей на зиму. Тепленькая. Она такая мерзлячка. В Молдавии ягоды собирает. Ой, какой пацан интересный. Краса. Ой, так хорошо прямо чуть-чуть поспать полчасика. Вот. Лет 10 назад или 15 назад я прочитала, что научно доказано, что после обеда 15 минут, 20 минут поспать, прикорнуть, очень полезно для здоровья. Вот я и стараюсь прикорнуть иногда. С этими витаминами бедодичи прямо. Спать и спать и все время. Бою батье хочется. Вот маменькин сыночек пошел с мамой на прогулку. Ну, видите ли, вчера вот встретила этого хозяина дискотек Падовый, да? Он от косы здесь открыл. Но эта дискотека все время была. Я даже сейчас посмотрю через гугл. Они все, которые не женаты, они все ходят на дискотеки. Здесь все, которые здесь тусуются, это все со своими кошелками. Здесь нет одиноких мужчин на прогулках. Как мне говорила одна девушка молодая, когда я говорила, ой, я замуж хочу, я семью хочу. Хочу вот так вот жить спокойной жизнью. Она говорит, боже, будет каждый день пасташута и пассаджата. Типа будет каждый день паста. И вот так вот прогулки. Больше ничего интересного. Она мне говорит. Но она была молодая, там лет 19-е было. Или 18-е даже. Ну да, с одной стороны немножко скучновато так. Все время одно и то же. Ну все, девчонки. Пойду я все-таки примерю этот топ. Если это хорватка... Ой, не хорватка, а Монтенегро. Монтенегро. Черногория. Она, если не разозлится, что я в прошлый раз все примерила и ничего не купила. Ну, что делать? Я хотела купить топ Клое. Купить. Мне очень понравился оверсайз. Но, к сожалению, Мизура размеры медиум, размеры средние, он очень большой и мне. У меня-то все равно SXS. Все, девчонки, салютую всех. Всем здоровья и добра. Я думаю, последние два дня остались. В понедельник мы уже уезжаем, я думаю. Хотя до сих пор жарко. В городах до сих пор жара стоит. Так неохота возвращаться. В 35 градусов, в 32 градуса. Здесь сейчас вот где-то 22 градуса, наверное, сейчас. Классный такой воздух, как я люблю. До 25 градусов я люблю. Дышится, живется. Чувствуешь себя прекрасно. Спишь прекрасно. Окей. Пока-пока. Всем пока.